Ну что же ты студент, меня никак ты не поймешь. Примерно так вежливо могли сказать депутаты Госдумы простому учащемуся одного из московских вузов, который попал в Нижнюю Палату Парламента на практику. А ему и зачет не поставили, и даже отчислить хотят за то, что описал в своем интернет-дневнике все, что увидел. То есть рабочие будни народных избранников. Торгуют книгами про плохого Путина, про Ходорковского, Викиликс, компромат на Россию, разоблачение высших чиновников и так далее. Про Навального не нашел, но, думаю, скоро появится. Торгуют дорогим алкоголем в ларьках. Виски Black Label за 1700 рублей литр. Еще есть юбилерная лавка, где продают иконы, пасхальные яйца, мягкие игрушки, кольца и все божественной красоты. Может быть, как раз поэтому зал заседания обычно полупустой, но нет охоты идти на работу, тем более, если она в таком рассаднике вольнодумства. Зато у начальника транспортного цеха, то есть в Думском управлении делами, Вечный Аврал, туда-то и определили студента Женю разбирать командировки народных избранников. В общем, продолжаем его репортаж. Наше все Иосиф Кобзон летал в Калининград на свой концерт для региональной администрации за счет Думы. Хоркина домой к родственникам тоже думским бюджетом злоупотребляет. Депутаты пытаются протащить по своему удостоверению кого-то из своих друзей или вовсе летать туда, куда бесплатный проезд им не положен, за рубеж. Средняя сумма счета 3 миллиона. Еще некоторые депутаты умудряются просать до 50 штук тупо в терминале, дожидаясь своего рейса. Да уж, такого живого парламентского Вечника не было даже во времена оголтелой свободы слова. Творчество мальчика Жени не могли не заметить. Сначала об этом заговорили за пределами здания на охотном ряду, а потом и до депутатов дошло. Завелся тут какой-то неблагонадежный элемент. Того и смотри, солидных дяди подставили. Зал полон меньше, чем на четверть. Все свободно ходят по залу, болтают друг с другом, кто-то читает газеты. На задних рядах вообще играют в карты. Ядросня играет в айпады. В нужный момент по команде председателя все просто подходят к своим местам и нажимают на кнопочки. Потом снова занимаются своими делами. Ах да, вот вы говорите, Путин, медведи в стране главные все решают. В стране все решает толстенькая тетенька в красном. Ее назначение – бегать по рядам и говорить, кому как голосовать. А между прочим, на повестке дня было повышение индексации зарплат, пенсий и стипендий. Неужели вот на это вот они так усердно летят по встречке с мигалкой, рискуя жизнями простых граждан? Стыдно за все это. Это не парламент, а офисная курилка. Из всего этого могла бы получиться интересная курсовая работа. Принципы организации работы Нижней Палаты Парламента, например. Только вот рецензенты вряд ли найдутся. С опровержением уже выступил депутат Единороссия Сергей Марков. Во-первых, не надо врать. Во-вторых, нужно книжки читать. Сегодня депутат в нашей студии. Добрый вечер, Сидейсар. Добрый вечер. Честно признаюсь, я не ожидал, что вы придете не один. Это действительно сюрприз. Кто эта прекрасная леди? Ну, у меня такая идея возникла – пригласить кого-то из наших практикантов. Пускай расскажут люди-то, которые тоже работают. А что-то только нас все время слушают. Хорошо. Лен, а вы читали этот блог? Да, я прочитала. И? Ну, по поводу присутствия на заседаниях. Я же могу отвечать только за Сергея Александровича. Он всегда ходит на пленарки. И по моему опыту это очень сложно. Надо и долго организовывать, чтобы депутат не пришел на пленарное заседание. Сергей Савченко, коротко можете сказать, что вас возмутило больше всего? Что является, на ваш взгляд, абсолютной ложью? Вот мне интересно. А, то, что депутаты в карты играют? Не играют. Смешно. Ну как это? Если бы кто-то стал играть в карты, его бы, знаете, через несколько часов к руководителю фракции вызвали, по полной программе бы всыпали. Ну, можете хотя бы мне сказать, кто она такая-то, полная тетенька в красном? Ну, кто эта женщина? Объясняю. Дело в том, что, в принципе, итоги голосования известны заранее. И эта тетенька в красном, она не решает, как нужно голосовать. Она просто организует голосование в соответствии с решением фракции. И это не позор России. Это общемировая парламентская правда. Хорошо. Сергей Александрович, вы знаете, у нас на центральном телевидении не принято говорить за глаза. Поэтому давайте все-таки позовем в эту студию Женю, студента. Ну, пожалуйста. Женя, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здрасте. Присаживайтесь. Спасибо. Жень, вот Сергей Александрович говорит, что все абсолютная ложь. Ну, не все. Про буфет все правильно написал. Но не правда, что депутаты играют в карты. Не играют в карты. Женя. Я просто видел то, что вот я видел. Я понимаю все, что вы там говорите. Вы пытаетесь как-то вот обелить свою партию, свое место работы. Хорошо. Жень, а вот вы пишите, что, ну, к примеру, Иосиф Кобзон ездил в Калининград там по личным делам за счет бюджета Думы. Или Хоркина к родственникам домой ездила. Вот откуда такая информация? Дело в том, что вот мы занимались вот транспортным обеспечением депутатов, сидели в соответствующем отделе, разбирали соответствующие документы. Я не знаю, зачем мне того Кобзона, честно сказать. Ну, это действительно, это открытая информация. У него действительно тогда был концерт. Я считаю, что Кобзон достаточно богатый человек. Очень. Ну, а он богатый человек. Весьма, весьма богатый человек. Вряд ли он, так сказать, на билетах как-то экономит. Мне, кстати, очень интересно, а были ли наказаны те депутаты, против которых уже было вот фото, где они реально читают газету и играют в карты? Газеты читают, в карты не играют. А почему нельзя читать в перерыве? Или в свободное время от заседаний? Ну, у нас, знаете, достаточно интенсивный, так сказать, график, что вы хотите нам запретить еще и газеты читать в очередь? Нет, мне просто интересно, почему вы читаете его прямо на заседании? Ну, почему? Почему нет? Идет выступление такое скучноватое. Подождите. Вот у вас iPad. Вот он вот показывает. У депутатов тоже стоит iPad. В iPad играют, да? Да, это я четко увидел. У одного из них я увидел игру Angry Birds. Angry Birds, это очень, кстати, забавная игрушка. Да, у меня тоже есть, она мне очень нравится. Вот я утверждаю. Это не просто небо. Это просто невозможно. Я же там не был, я не знаю. Получается какая-то странная, нелогичная вещь. Вы говорите, я там не был, не знаю, но этого быть не могу. Ну, конечно, потому что там же информация, что этого не было, ее тоже можно принять лишь на чистую веру. Был ли наказан вот этот депутат? Смотрите, там, по-моему, явно. Депутат, ну да, картинки, симпатичные девушки, раздеты. Посмотрите, Сергей Александрович. По-моему, на единородцы похожи. Я, может быть, какое-то, может, у меня зрение хреновое или еще чего. Но я не вижу, что у него на экране тоже. Ну, как я вижу, вы не видите. Голые девчонки. Не уверен. Сергей Александрович, действительно, наденьте очки, посмотрите на все это дело через очки. Не знаю, в чем дело. Я голых девчонок не вижу. Я не вижу. Хорошо. Пора ставить точку. Точку, правда, поставить мы не можем, потому что у каждого из вас своя правда, у вас своя, у Жени своя, и доказательств ни у вас, ни у него нет. Я единственное, Жень, хочу пожелать вам, чтобы вы нашли новое место для практики, а мы потом почитаем. А вас, Сергей Александрович, я об единственном хочу попросить. Передайте огромный привет тетеньке в красную. Спасибо вам огромное, что вы все пришли. Спасибо. В Думе среди депутатов есть наркоманы. И об этом моему коллеге Аркадию Назаренко сегодня сказали в Нижней палате официально. Началось все с предложения планово проверять нардепов на употребление дури и утвердить это законом. Вот все-таки не зря наша бригада сегодня съездила в парламент. Этот законопроект силы настолько провокационный, насколько только можно себе представить, какие уж там декларации о доходах и расходах. Тут, если вкратце, кто не проголосует за, тот наркоман. Справедливого Роснилов предлагает тестировать народных избранников на запрещенные вещества, а тех, кто тест не пройдет, лишать мандата. При этом совершенно недвусмысленно произносит, пора зачистить наши ряды. Я знаю вашу историю такую. Вы сейчас скажете, назовите фамилию Олег Анатольевич. Конечно, нет, я не назову фамилию. Не надо, но вы сказали, нужно очищать наши ряды. Конечно. Есть от кого очищать? Есть, конечно. Есть. И некоторых видно, я бы сказал, невооруженным глазом. Выходит, Нилов открытым текстом говорит, наркоманы в Думе есть. Он уже получил на свой документ заключение из правительства. Оно положительное, и это хороший знак. По сути, парламентария в некотором смысле лишат депутатской неприкосновенности, потому что сейчас заставить кого-то проверяться на наркотики принудительно просто невозможно. Правда, если хорошо попросить. Если бы мы предложили прямо сейчас пройти вам тест какой-то, вы бы согласились прямо сейчас это сделать? Честно говоря, никогда в жизни этого не делал. Ну, давайте попробуем. А так все на уровне подозрений. Правда, вот, журналисты со своими журналистскими расследованиями когда-то пролили свет на то, что происходит в уборных на охотном ряду. Вообще, эксперименты по поиску наркотиков в Государственной Думе уже проводили несколько лет назад. Тогда взяли вот такие вот обычные ватные палочки, стерильные, правда, и собрали образцы в дунских туалетах отовсюду, с подоконников, с унитазов и даже со стен. Потом поместили в герметичную тару и отправили в Германию на исследование. Результаты были ошеломляющими. Согласно тем исследованиям, на ободках унитазов и подоконниках нашли свежие следы кокаина. И этого, казалось бы, уже вполне достаточно. Но результаты тех проверок имели огромный интерес, разве что у аудитории. Правоохранителям история интересной не показалась. Что до новой инициативы, то большинству депутатов из тех, с кем нам удалось встретиться, она нравится не очень. Сама по себе постановка мне тоже не вызывает большого восторга, потому что мы фактически последовательно идем по пути, когда сами себя в чем-то постоянно подозреваем и уличаем. Для представителей «Единой России» это вопрос самоуважения, мол, коллеги должны доверять друг другу. Депутат Гудков считает затею глупой, только потому что есть вещи поважнее, хотя проверяться готов. Я готов в этом принять участие. Давайте пойдем в диспансер, сдадим анализы и покажем, так сказать, нашим избирателям справки. У кого-то, а не то, что законопроект, даже безобидное предложение Гудкова вызывает спор с самим собой. Хоть каждый меня проверяет. А может быть был бы смысл тогда всей фракции собраться, раз у кого-то такие закрали подозрения? Вот пусть они со своей фракции начнут, мы посмотрим на результаты. Но самая интересная возможность для тестирования депутатов и вообще госслужащих уже давно существует. Каждый год парламентарии ложатся на диспансеризацию в хорошие клиники и в том числе обязательно сдают кровь. Значит, наличие запрещенных веществ в организме слуг народа можно определять, что называется, попутно. И на это не нужно было бы тратить ни дополнительного времени, ни, самое главное, дополнительных государственных денег. Аркадий Назаренко, Юрий Тюнев, Надежда Алешкина, РЕН-ТВ. 88 депутатов решили судьбу миллионов. Сегодня в Госдуме приняли в первом чтении закон, который полностью запрещает употребление алкоголя за рулем. Удивительно только, что в зале в момент голосования находились 88 человек вместо 450. Уравнение с неизвестными, решал Валентин Трушнин. Сегодня все средства массовой информации сообщили о том, что Государственная Дума запретила пить за рулем и отменила ранее разрешенные 0,3 промилле. Это не совсем точно. Такое решение действительно есть, но принимала его не Государственная Дума, а то, что от нее осталось после обеда. Дело в том, что на момент голосования в зале находилось всего 88 депутатов из 450. Это основное место работы. За это депутат получает заработную плату. И только командировка, какое-то важное совещание, может быть болезнь, только это может являться уважительной причиной непосещения пленарного заседания. Чтобы избавиться от мертвых душ и заставить депутатов голосовать лично, достаточно принять поправку в регламент. Парламентская практика показывает, что такое решение можно принять за один день. Но пока с такой скоростью принимают другие законы, те, которые ежедневно требуют поправок. У нас из-за спешки, Олег Викторович, при всем уважении к руководству Единой России, в повестке 70% мы рассматриваем один и тот же вопрос под названием о внесении изменений. Может быть давайте мы не будем так торопиться в применении законов, чтобы нам сократить повестку дня с 31 вопроса хотя бы до 5 семи. Но обсудить их окончательно, основательно, фундаментально, чтобы не было потом правок с названием внесения изменений в тот закон, которым принял еще вчера. Закон о допустимой дозе алкоголя один из тех, принятых быстро и без учета мнения оппозиции. Новый закон сегодня представил коллегам единоросс Александр Москалец. Он рассказал, сколько людей погибло из-за либеральной поправки, а на вопрос, кто же был автором того опасного закона, ответил. Честно признаюсь, просто не помню, кто был автор, но я не думаю, что мы этого человека сейчас будем убивать. Оказалось, что Москалец честно забыл, что он сам и продвигал закон два года назад, о чем ему тут же напомнили. Сегодня все проголосовали единогласно, на табло загорелась цифра «ЗА-449». Олег Морозов позволил себе пошутить по этому поводу. Сейчас будет единодушное голосование. Покажите результат. Ну кто-то один, видимо, вышел из зала, кто-то вышел. Удар, удар, еще удар, опять удар, и вот Борис Буткеев, Краснодар проводит апперкот. Вот он прижал меня в углу, вот я едва ушел, вот апперкот, я на полу, и мне нехорошо. И думал Буткеев, мне челюсть хороша, и жить хорошо, и жизнь хороша. При счете семь я все лежу, рыдают землячки, стою, ныряю, ухожу, и мне идут очки. Неправда, будто бы к концу я силы берегу, пить человека по лицу я с детства не могу. Но думал Буткеев, мне ребра круша, и жить хорошо, и жизнь хороша. В трибунах свист, в трибунах вой, а то и вон трус. Буткеев лезет в ближний бой, а я к канатам жмусь. Но он пролез, он сибиряк, настырные они. И я сказал ему, чудак, устал ведь отдохни. Но он не услышал, он думал, дыша, что жить хорошо, и жизнь хороша. А он все бьет, здоровый черт, я вижу, быть в беде. Ведь бокс не драк, это спорт, отважных и т.д. Вот он ударил раз, два, три и сам лишился сил. Мне руку поднял реферий, который я не бил. Лежал он и думал, что жизнь хороша. Кому хороша, а кому не очень. Киски спят и мышки спят, деткам спать велят. Киски спят и мышки спят, зайкам спать велят. Хрюшеньки на сапоге, сапоги-сандалики. Хрюшеньки на сапоге, хрюшенька был маленький. Киски спят и мышки спят, деткам спать велят. Киски спят и мышки спят, зайкам спать велят. Хрюшеньки на сапоге, хрюшенька был маленький. 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 Продолжение следует...